Яркие овощи и фрукты на лотках, ровные ряды вещей, сияющие улыбки продавцов. Рынок на спортивной стремительно и радостно возрождается к жизни. Уже сегодня здесь стараются не вспоминать события буквально вчерашнего дня. Когда павильоны стояли пустые, продукция пропадала, а люди в растерянности и страхе ждали августа. Ведь только тогда должен был состояться суд, который решил бы судьбу рынка. В свою очередь хотим поблагодарить вас, 8 канал, что вы нас выслушали, что вы сказали то, что действительно тревожило людей. Благодарны вам, что вы выпустили репортаж, показали все наши волнения, все наши моменты трагические. Все, что произошло, низкий поклон вам и всем людям, гражданам, которые в этом участвовали, переживали вместе с нами. Рынок на спортивной стоял закрытым чуть больше трех недель. Для малого бизнеса это большой срок. Многие предприниматели понесли за это время миллионные убытки. Здесь даже случилась трагедия, о которой со слезами на глазах вспоминают коллеги-арендаторы. Одна из предпринимательниц не выдержала напряжения, связанного с закрытием рынка. Женщина скончалась. Об этом в программе оперативная съемка рассказал Виталий Бородин. Многие пожилые продавцы также не знали, как переживут это непростое время. Мы жили на Валидолье, на Валерьянке жили, действительно, в частности я. То давление поднимается, то подскакивает. Вообще мы ожидали, но если честно, мы не ожидали, что вопрос решится положительно. Однако, несмотря на напряжение, ни один из арендаторов за эти три недели с рынка не ушел. Открытие рынка – настоящий праздник и для продавцов, и для покупателей. Последний, по собственному желанию, даже создавали инициативную группу и собирали подписи за открытие рынка. Петицию направляли во все инстанции. В народном документе расписались 1300 человек, рассказала член инициативной группы Елена Кузьмина. Это очень хорошо, что рынок отрылся, очень хорошо. И, конечно, жители города Владивостока пусть идут, также отовариваются, покупают. И вот я хочу еще, пользуясь случаем, попросить депутата Григорьева, Кирилла Александровича, ну, вот, так сказать, заниматься своими делами, не мешать малому бизнесу. В том, что меры пожарной безопасности, из-за которых на спортивной и возник весь этот сыр-бор, были и будут соблюдаться, не возникает сомнений ни у арендаторов, ни у покупателей. Кроме того, в планах и дальнейшая реконструкция рынка. Его и дальше будут благоустраивать, чтобы легендарная спортивка продолжала радовать жителей Владивостока не только недорогой продукцией, но и ухоженным видом. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.